Начисление платежей за тепловую энергию для жителей Ленёва с августа месяца 2021 года остается проблемной темой. Исполнение решений суда одной из сторон договора и сегодня волнует жителей. А руководство поселка предпринимает все новые попытки за столом переговоров призвать компанию СИПТЭК к правопорядку. С ситуацией глава ознакомил присутствующих на часе контроля. Договорились мы с юристами компании СИПТЭК и встретились у нашего прокурора. Разговор шел о том, что они признают, все-таки признают, что единая теплооснабжающая организация является МУПРКЦ. И дабы не тревожить граждан, они говорят, давайте мы заключим некий документ, в котором будет все это прописано. На что я сказал, документ мы должны заключить обязательно, но, что намного важнее, это то, что вы должны рядом со мной здесь сесть, потому что я всем людям объясняю в поселке, куда нужно платить за тепловую энергию, кто является единой теплооснабжающей организацией. Вы должны это тоже самое подтвердить, чтобы людей успокоить. Мы об этом договорились. Вопреки договоренности СИПТЭК продолжает начисление за тепловую энергию отдельным категориям потребителей, провоцируя новые судебные разбирательства. Мы отправили письмо в компанию, которая выставляет в платосфере платежи. Предоставили им все документы и сказали, друзья мои, будьте любезны, уберите компанию СИПТЭК из платосферы. Убрали. Убрали и вернули. Я перезвонил сразу же, как только увидел этот документ, который они мне прислали, я перезвонил сразу прокурору. Отправил ему этот документ. Я говорю, тут видите, Денис Валерьевич, эти люди недоговороспособные. Сейчас в данный момент все ситуации тут понимают, включая, по-моему, уже все министерства и заместители губернатора, где мы проводили совещание, и не раз. Об этом уже разжевано так. У нас есть пояснительная записка. Эта пояснительная записка есть везде, даже в правоохранительных органах определенного уровня. Есть везде. Все все прекрасно понимают, что происходит. В данный момент сейчас Советом депутатов нами определено, что и они меня поддержали целиком. Сейчас я готовлю это письмо и выходим на губернатора Советом депутатов, и я ему объясняю, что у нас происходит. Глава администрации Ленёва заверил присутствующих, что ситуация с компанией СИПТЭК у него на личном контроле. И рано или поздно она решится. У жителей не должно возникать сомнений, кому платить за тепловую энергию. Безусловно, единая теплоснабжащая организация МУПРКЦ и все платежи должны происходить туда. Та схема, которую мы придумали для вывода ситуации, которая сейчас РКЦ находится в данный момент, она уже начинает переносить свои плоды. То есть все, что мы запланировали, мы запланировали правильно. Вот несмотря на то, что бюджетники какое-то время не платили, юрлицы сомневались, ждали судов и все остальное, даже в этой ситуации мы все равно потихоньку-потихоньку переламываем эту ситуацию. Когда все будут люди платить туда, куда нужно, весь план мероприятий, он будет реализован 100%. Работников бюджетных организаций и лиц, получающих государственные субсидии, волнуют вопрос, будут ли им возвращены средства, которые они вынуждены были отчислять, чтобы избежать задолженностей. Глава ответил, что будет проработан документ по изысканию с компанией СИПТЭК незаконно полученных платежей, и эти денежные средства перенаправят в счет будущей оплаты. Взаимозачет будет однозначно, никто из жителей за платежи, совершенные в СИПТЭК, не пострадает. СИПТЭК, не пострадает.